Всем привет! И это очередное видео из серии Как? Я бы хотел посудить такой темой, как начать играть не минорный блюз в третьей позиции. Почему я делаю такой акцент на том, что блюз не минорный? Ну, потому что не минорный блюз в третьей позиции гораздо интереснее и сложнее играть. Плюс она очень эффективна для игры блюза. Но так уж сложилось, что у нас как бы... Ну, если у кого-то спрашивают как играть не минорный, то сразу говорят в третьей позиции. И вообще, да, третья позиция ассоцируется с минором. Но огромное количество таких правильных, классных, интересных блюзовых инструменталов и вообще блюза было записано в третьей позиции разными харпами в разные времена. Элитом Уолтером, и Вильямом Кларком, и Родом Пьяцей, и Гарри Примичем, и Джейсоном Ричи, и так далее, и так далее, и так далее. И вот вообще, почему третья позиция хороша для блюза? Потому что у нас блюзовая гамма, в отличие от второй позиции, без овербендов, только одними бэбендами замечательно помещается и в первой октаве гармоники, и во второй октаве. много. И вот в этом видео я бы хотел отопнуться от этих уже немножко клишированных инструменталок Стивена Бейкера из Playlons и рассмотреть то, как начать играть блюз в третьей позиции в мажоре, да, скажем. И с чего бы я посоветовал вам начать? Я бы посоветовал вам начать с того, что начните потихоньку транспонировать ваши любимые инструменталы и блюзы исследователи из второй позиции в третью позицию. И как это делается, я бы хотел вам показать на примере вступительного рифа из инструментала Джо Клитта Уолтера. Ну, вообще, вокруг этого вступительного рифа есть несколько различных споров. Один из них, о том, что играется в конце этого рифа, октава 3-6 или октава 6-9. Нас это не интересует в контексте транспонирования. Следующий спор, с чего начинается эта фраза, со второго отверстия на вдох или с третьего на выдох. Третий, ну, как бы, предмет спора и то, что нас интересует, что играется на третьем отверстии. Третье отверстие без бэндов, третье отверстие с первым бэндом или третье отверстие с двумя бэндами. Но я бы хотел сказать, что мы возьмем за основу тот вариант, в котором играется третье отверстие с одним бэндом. По одной прошлой причине. Потому что, в отличие от тех остальных двух вариантов, нота, ну, третье отверстие с бэндом, это наша нота блюзовой гаммы. И вторая причина, это потому что мы тогда сможем строгать этот риф в двух октавах третьей позиции. Вот как он будет звучать в первой октаве. А, я хочу сказать, что для того, чтобы играть в оригинальной нотальности, и чтобы, ну, играть в ходаоригинальную запись, вам понадобится гармоника в тональной стереи. В третьей позиции это будет ми. Ну, как бы, ну, в оригинале оно играется во второй позиции, а-ля гармоники. Но, вы можете играть под любой другой минус, как бы, эту фразу, а любой другой гармоники. Итак, этапы будут здесь. Как играется эта фраза в первой октаве третьей позиции. Как играется эта фраза во второй октаве третьей позиции. Тут есть одна особенность. Нам понадобится октава через третью версию. То есть, так называемая, побольшая октава. Тут нам даже не понадобится бенда вообще, в принципе. Спасибо за внимание и до следующих видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok